Привет, друзья! Здесь Деменков Юрий. Немножечко необычный формат. Скоро вы узнаете, почему. Но смотрите, что происходит нынче в России. Я продолжаю рассказывать об этом. В предыдущем видео я сказал, что после удара Орешник, вроде как Орешником, вроде Путин там весь счастливый ходил, прямо вот сиял. Это испытания, там, тра-та-та, тра-та-та. Но спутниковые снимки показали, что, в общем, как-то странно все. То есть спутниковые снимки показали, что завод, по которому был нанесен удар, как стоял, так и стоит. И вообще ничего видимого там не обнаружилось. Никаких видимых повреждений. То есть вот эта вот ракета, которая дорогущая, безумно дорогущая. Да, ее невозможно сбить, она долетела куда надо. Но что-то там пошло не так. И, как ни странно, никакого ущерба за такие бешеные деньги она не принесла. В отличие от тех ракет, которые атакуют Россию. То есть восторг Путина оказался, во-первых, ну, не очень хорошим. Вот, это первое. И, в общем, ну, и ракет этих, в общем, насколько я понимаю, не так, чтобы много у России. И да, можно там поугрожать, потрясти, но как-то все получается не очень убедительно. Вот. И есть еще одна вещь, которая совсем-совсем тоже оказывается неубедительна. Это сказки о том, что все хорошо, прекрасная маркиза. Уже не раз говорил Путин, что, блин, ну, вот, несмотря ни на какие санкции, с экономикой все чики-брики, вообще все шикарно, ребята. Значит, Россия прет вперед и так далее, и так далее. Ну, я уже в предыдущих видео много раз говорил, что, как бы, смотрите, на чем основаны все вот эти вот успехи и то, что экономика, ну, пока еще не рушится, рынки не рушатся в России, потому что вроде как все хорошо. Почему так происходит? Ну, причина простая, потому что до этого 20 лет деньги, которые текли в Россию рекой, они откладывались, откладывались в заначку. И сейчас использовались заначки эти. А заначки подходят к концу. 2025 год уже, в общем-то, так сказать, как бы, будет не особенно с заначками, а на военные расходы. Путин вынужден тратить беженые деньги. Поэтому чудес не бывает. И сейчас давайте посмотрим, что происходит у нас с курсом рубля, грубо говоря. Так, ну, вот сейчас вы видите вот этот вот график. Это индекс РТС. Индекс РТС – это совокупная стоимость российских акций, крупнейших компаний, которые выражены в долларах. Как видите, они очень сильно идут вниз. Индекс РТС очень сильно. Это в долларах. И это вот здесь начальная дата ноября. Ой, это вот с начала ноября. Давайте я могу немножечко график сейчас заплющить. Вот посмотрим, как бы, вот так вот он идет. Вот сейчас я еще немножечко заплющу. Вот тут, вот 2024 год. Вот это вот индекс РТС. Вот, вы видите, он как-то вот так хорошо сливается, да? Индекс РТС. Сейчас я могу… Нет, не могу. Сейчас я давайте покажу курс евро к рублю. Это фьючерс. Он торгуется на бирже сейчас. Доллар сейчас не торгуется, потому что Мосбиржу заблокировали. А евро вполне себе, так сказать, торгуется. Курс, вот он, пожалуйста, евро летит в космос. Совсем недавно евро стоило так 100 рублей. Это как бы не так, чтобы мало. Вот опять же, вот так вот все это происходит. Вот так. То есть, курс евро к рублю растет. С евро, как вы понимаете, ничего не происходит. То есть, это не потому, что евро так выросло, а потому, что рубль так упал. Вот в чем дело, ребята. Вот. И поэтому, смотрите, возникает вопрос. А что же делать? Что же делать? Смотрите, вот, да, Силуанов так прикольно, так сказать, отмочил пассаж. Молодец чувак, потому что говорит, а вы не обращайте внимания на ставку Центробанка, потому что, так сказать, чем меньше обращаете внимания, тем меньше она вас беспокоит. Но, друзья мои, с падением рубля будут расти цены, инфляция. Что такое падение рубля? Он падает не только к евро, не только к доллару. Рубль падает ко всему. В том числе и к яйцам, к хлебу, картошке. То, что вы покупаете, это дорожает. Почему это все дорожает? Ну, смотрите, идет война, и ее надо финансировать. Ее надо финансировать, а требует больших денег, ну, чтобы орешники запускать. Нужны деньги, ребята. Огромные деньги нужны. Вот. И поэтому откуда идут деньги? Ну, Россия продает по-прежнему что? Газ и нефть. Кому она продает? Ну, газ она в Европу до сих пор продает. Вот нефть в Китае получает валюту. Что делать с этой валютой? Ну, как финансировать военные расходы? Военные расходы в рублях. Поэтому просто берем, уменьшаем курс рубля, и все. Пожалуйста. Если раньше, скажем, 3 миллиона, ну, как бы, это было больше 10 тысяч долларов, да? В смысле, больше 30 тысяч долларов, то сейчас сильно меньше. Как бы так. И зарплата ваша, если считать в долларах, она сильно снижается. Причем, есть еще один момент такой неприятный, что если у вас есть какие-то денежки в рублях остались, а если вы умные, то вы откладывали эти денежки, то эти денежки обесцениваются. То есть многие люди говорят, а мы будем брать кредит, и кредит будет обесцениваться. Так вот, кредит-то, конечно, будет обесцениваться, но однажды эта штука остановится, и, в общем, окажется следующее, что ваши доходы тоже обесцениваются. Ребята, то есть если вы взяли кредит, то очень скоро возникнет такая ситуация, что вы его не сможете вернуть, потому что, ну, либо работу потеряете, либо, значит, что там будет еще? Ну, просто фирма обанкротится, и все ваше. Вот, потому что, как вы понимаете, война – это не навсегда, и Путин – это не навсегда. А вот кредит надолго, поэтому, ну, кредит я не советую брать никому. А что делать, чтобы сохранить свои денежки от падения, от всякого всего? Ну, смотрите, если у вас есть деньги на вкладе, на счете, это уже хорошо. Это уже хорошо, потому что, да, сейчас они дают какие-то проценты. Но, если у вас вообще деньги просто в заначке под подушкой, то они просто обесцениваются. Это самый глупый вариант, на самом деле. Что делать с деньгами? Ну, первый вариант – да, конечно, можно положить банк на депозит, и это правильное решение. Депозит, нынче, там, 20, там, с лишним процентов сейчас. В принципе, неплохое решение, но депозит – это короткий срок, максимум на год. Вот, ну, потом это все завершится. Что я предлагаю и где лежат мои денежки? Сейчас я вам пытаюсь показать, значит, что происходит здесь. Вот, вы видите, сейчас я переключил экранчик. Вот, это мой небольшой совсем портфельчик. Вот, небольшой совсем портфельчик, но в этом портфельчике есть. Сейчас смотрим. Так, процент активов. Вот. РУС-28. Это облигация, еврооблигация, которую, кстати, еще при Горбачеве, значит, Россия брала кредиты, вы знаете, да. Вот, но потом был дефолт, Россия оказалась не способна его обслуживать и объявила дефолт. Но дефолт объявила только для своих сограждан, для внутренних, для банков, для своих вкладчиков. А вот для иностранцев дефолт был не объявлен, а для иностранцев было объявлено, что мы откладываем это дело на 30 лет. Вот, и была выпущена такая облигация, РУС-28, значит, в 98-м году был дефолт, 98 плюс 30 это 28, в 28-м году истекает срок этой облигации. Эта еврооблигация, она в долларах, и она дает доходность 12,75% в долларах к номиналу. Вот, очень уникальная вещь, я не буду сейчас распространяться, я просто хочу сказать, что, ну, ее можно сейчас купить за рубли, но в пересчете на доллары, вот так вот. И регулярно выплачиваются дивиденды тоже в рублях, вот в этой пропорции. Вот, 12,75% годовых в валюте в долларах к номиналу, к 1000 рублей. Она стоит сильно дороже, чем номинал, уже не так, чтобы сильно. И дорожает, естественно, ну, как она в долларах выражается. То есть, ее можно купить в рублях, но по курсу доллара. То есть, она растет. Аналогичная облигация у меня ГАЗКЗ29Д. Д, это значит в долларах то же самое. То есть, одна облигация, это 1000 долларов, купленная за 85% от стоимости. Ну, вот, и она тоже дает доходность какую-то. Вот, дальше у меня акции Яндекс и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти все акции российские. Вот, давайте посмотрим, Яндекс, да? Ну, вот он, Яндекс падает, да? Тинькофф. Ну, Тинькофф, тем более, падал там. Сбербанк в последнее время тоже падает. То есть, акции российские, они, в общем-то, падают. Но у меня сбалансированный портфель. У меня есть вот эти вот позиции, раз, два, это валютные позиции. Есть акции, которые растут, вот, скажем, ну, сейчас вы это не увидите, рост, но она выросла, так сказать, там, с момента покупки. Но на бирже можно купить, во-первых, валютные активы, то есть, замещающие облигации. Валюту вы здесь не очень купите, только юани. Вот, и, вот оно, серебро и золото. На бирже можно купить золото и серебро. При этом нет расходов на хранение, нет маржи, которые, так сказать, вы легко можете купить, скажем, золотой слиток в банке, например, да? Но продать в этот же банк, этот банк у вас не возьмет. То есть, надо искать места, где можно продать, во-первых. А, во-вторых, есть маржа, то есть, есть разница между покупкой и продажей. Так вот, здесь разница между покупкой и продажей доллара минимальная, вернее, золота и серебра, пожалуйста. Вот у меня куплен килограмм серебра, 125 тысяч, и золото тоже примерно на 100 тысяч рублей куплено в портфеле. Портфель небольшой, прямо скажем, там, всего там 700 с лишним тысяч, и все. Вот, поэтому, 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 если вы хотите сперечствовать, да, портфель, несмотря на то, что он небольшой, я смотрю, значит, акции падают, рубль падает, все такое. Я смотрю на свой портфель, а он стабильный. Он стабильный. То есть, мои запасы, моя подушка безопасности не падает. Это не единственный мой портфель. Вот, у меня, я на своем канале про инвестиции, я рассказывал всем людям, я говорю, что люди, когда-то давно еще, да, 13 лет назад, 14 уже прошло. Но с тех пор я говорил, люди, откладывайте денежки, откладывайте денежки, откладывайте денежки в валюте, и откладывайте денежки в валюте в надежных местах. То есть, есть такие надежные места, скажем, я людей убеждал, говорю, люди, откладывайте денежки в самой, самой надежной компании в мире буквально. Есть такая возможность. Это компания, которая занимается страхованием жизни. Иностранные компании страховые, они самые-самые крупные и самые надежные. Так вот, есть еще возможности, ну была, по крайней мере, и сейчас еще до сих пор есть, но сложнее открыть такой вклад. Он на 15 лет открывается. Вот 15 лет назад я его 14 лет назад открыл и откладывал туда денежки в евро. Вы знаете, сколько тогда евро стоило, когда я начинал откладывать туда? 44 рубля за евро. И эти денежки, они тоже растут. И, соответственно, это самая надежная компания в мире. Вы знаете, у меня спрашивают, ну что там, типа, накрылась твоя компания? Вот люди, которым я советовал. Я говорю, нет, не накрылась, совсем нет. Более того, вот сейчас я нахожусь в Эквадоре, да, и смотрите, какие денежки, ну если у меня начнут заканчиваться деньги, какие деньги я буду в первую очередь спускать, использовать? Наверное, российские. Потому что скорее у меня берут российские деньги, чем австрийские, понимаете? Вот в чем делаем. Поэтому, да, надо откладывать денежки, надо откладывать денежки вот сюда, значит, если у вас, если вы в России, если у вас нет иностранных счетов никаких, если вы боитесь просто, значит, там, как-то вот зарубежных каких-то счетов, пожалуйста, открывайте, ну, в крайнем случае депозит в банке. Ну, я могу предложить Альфа-банк, например, потому что там сейчас, по-моему, самые лучшие условия из всех банков. Вот. Открывайте депозит в банке, если вы боитесь всяких вот этих биржевых вещей и так далее. Если не боитесь биржевых вещей, если вы понимаете, что лучше купить золото, лучше купить серебро, лучше купить какие-то замещающие облигации, это та же валюта, только дает доход, пожалуйста, значит, открывайте брокерский счет и начинайте торговать. Если вы в этом ничего не соображаете, у меня есть курс биржа для чайников, он сейчас вообще, значит, в связи с падением рубля, он совершенно, ну, как бы стал более доступным, вот, буквально сегодня у меня приобрели очередной курс и на днях тоже. Вот. Это просто вот, ну, нужно делать, ребята, нужно делать, то есть покупаете золото, серебро, вот оно, вы в любой момент его можете продать, в любой момент можете его купить. Где-то у меня, ну, сейчас я не покажу, ГЛД, а нет, вот он, Сильвер Рубль Туморо, вот, пожалуйста, вот он торгуется, вот, сейчас я могу показать вам, как можно его быстро купить или продать. Вот они, пожалуйста, вот, если, да, вы сейчас видите, вот он, стакан цен, вы видите, он гуляет по 125 рублей. Вы можете ее купить за, по-моему, там 100 грамм. Вот. И продать тоже. Смотрите, разница между ценой покупки и ценой продажи. Как покупка 125,73, продажа 126,34. Маржа минимальная. Причем, ну, как бы вы подождали немножечко, поставили курсы и все. Как этим пользоваться, как все это вот, во всех этих графиках разбираться. Биржа для чайников, ребята, там я два с половиной месяца, три раза в неделю по два часа каждое занятие объясняю, вот, все вот это вот. Как графики устроены, что они означают, как поставить заявку, как сделать стакан, ну, как купить, как продать, что это означает. Вот, все вот это вот, обо всем этом я рассказываю мне о курсе биржа для чайников. И вот все это позволяет мне, просто вот, я откладывал деньги долгое время. И, соответственно, это позволяет мне, вот, ну, когда наступит черный день, например, да, я говорил, люди, наступит когда-нибудь черный день, откладывайте денежки. Имейте подушку безопасности, говорил я людям. Люди говорят, нет, я буду брать кредиты. Так вот, смотрите, я не брал кредиты, я не брал кредиты, я откладывал денежки, откладывал денежки для себя, любимого. И поэтому сейчас... Я откладывал денежки, ребята, и смотрите, ну, я сейчас в Эквадоре, да, сейчас трудно в стране, да, сейчас совсем сложно в стране. И многие люди думают, блин, мобилизация там, еще что-то, да, вот, куда сбежать, как зарабатывать, на что жить. Границы открыты пока еще, можно там через Грузию, пожалуйста, Верхний Ларс, летите, да, куда угодно, вот, я в Эквадоре сейчас, спокойно, без всяких Верхних Ларсов. Куба, потом Колумбия, потом здесь, прямых рейсов нет. Пожалуйста, но для этого нужны деньги. И нужны деньги для того, чтобы жить здесь. Если у вас нет денег. Вы легко можете уехать в Казахстан, но там сейчас, вот, я вчера буквально разговаривал с человеком, который живет в Армении с 23-го года, по известным причинам, да, вы догадываетесь, почему. А тысяча долларов съем квартиры, ну, и плюс все остальное, там, продукты и так далее подорожали. На что жить? Вот. А на то, что сберегли. И наоборот, те люди, которые брали кредиты, что сейчас говорит наше государство, что сейчас говорит Путин, что сейчас говорят в России, так это вообще, так сказать, феноменально. Они говорят, о, у вас кредиты, до 10 миллионов рублей кредита мы вам простим, если вы заключаете контракт и идете воевать. Нам нужны ваши жизни, говорят они. Вот. За что воевать? За Путина. Потому что его кто-то обидел. Он прямо так и говорит, меня обижали, и поэтому я решил развязать войну. А у вас выхода нет. Если вы закредитованы, вас просто не выпустят за границу. Поэтому, друзья мои, откладывать денежки – это хорошо, лучше всего, если они у вас есть. Как сберечь? Пожалуйста, я вам сказал. Самый, ну, как бы такой тупой вариант – это депозиты беспонтовые. Вот. Лучший вариант – это биржа. Еще лучше – это на заруберных счетах где-то. Во всем этом я могу вам помочь. Обращайтесь, спрашивайте. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что многие из вас понимают, что все, что сейчас происходит в России, между Россией и Украиной, в общем, так сказать, все это ужасно, ребята. Россия, к сожалению, разрушается, как страна. Многие-то поддерживают, там, типа, давай-давай, победа. Победа над чем? Над здравым смыслом. Так мы ее уже одержали. Уже, так сказать, как бы здравый смысл побежден полностью. Ничего, так сказать, здравого уже там, ну, как бы, по крайней мере, от руководства страны не исходит. Подумайтесь, люди, подумайтесь, подумайтесь. Не надо поддерживать все это. Вот. Не надо. Ну, на этом, наверное, я хочу завершить. Думайте, принимайте решение. Я свое решение принял. На сегодня все. Лайк, подписка. До встречи. Задавайте вопросы. Пока-пока-пока-пока-пока. А солнце находится прямо сверху.